всем привет с вами новый выпуск лаборатории культуры сегодня мы рассказываем о выставке которая сегодня же 3 марта открывается в галерее прогресса выставка как сказал вчера прекрасный дима шляев совриск настоящее современное искусство а выставка называется safe space и сегодня у нас в гостях куратор этой выставки алена алексеева здравствуйте алена всем добрый день да ну и конечно же наша любимая дорогая натали пышко арт-директор галереи прогресса здравствуй добрый день всем привет все красивые все взволнованные вечером открытия в 7 часов 6 плюс возрастное ограничение выставки я только что оттуда посмотрела все арт-объекты посмотрела всю инсталляцию как правильно сказать это инсталляционный все-таки вариант да какой то получается но это сама выставка но можно сказать что это выставка инсталляция вот и сейчас подробно девушки нам расскажут какая тема мне очень нравится тема мне очень нравится концепция и по ходу мы будем рассказывать о тех арт-объектах которые там представлен таша наверно тебя попрошу начать а что за выставка что какая тематика как она вписывается в галерею прогресса каким образом вы нашли друг друга и почему решили сделать такой проект но для всех тех кто когда-либо хотел сделать выставку нужно в первую очередь написать в галерею сделать движение вот это движение сделала алена выслала очень алена шапари да художница выставки инициатор выставки именно вот здесь а алена алексеева понятно куратор и основной я так поняла мотор этого движения двигатель прогресса стороны прогресса галереи прогресса выслала портфолио выслал тексты мы прочитали и поняли что это то что то чего всем сейчас не хватает именно сейф-спейс выставка очень яркая и затрагивает те моменты которые сейчас особенно актуальны думаю для многих современные экспонаты это инсталляция тоже то чего не хватает здесь на вятке каких-то именно объектов каких-то пространств новых создания и вот конечно же мы не могли не пригласить этих замечательных художниц и куратора к сожалению художница не смогла присутствовать по причине болезни но сегодня с нами алена алена держись не заболеет которая уже два дня в кирове и они смонтировали выставку с его помощником другом и возлюбленным да так скажем и вот сегодня вечером мы готовы ее представить супер отлично ну тогда наверное алена расскажи пожалуйста что за концепция выставки как это связано с темой сейф-спейс и как объекты так или иначе вырастают из этой тематики из этой концепции мы с художницей алена шапаль хотели создать выставку которая позволит зрителю присутствующим оказаться вместе которая будет напоминать им дом и что-то безопасное и будет откликаться в душе определенными моментами инсталляции как что-то знакомое и следовательно из детства привносящее какое-то чувство защищенности вообще выставка она построена как шалаш детские когда вы помните в детстве залазили под стол накрывали все это одеялами какими-то простынями и чувствовали себя там дома в большом доме но в маленьком доме внутри это что тебе был такой конечно сама делала или нет у меня до сих пор на столе есть звоночек из пластилина который я на ножку прилепила и там такая кнопочка и он до сих пор хранится где-то там на даче стоит то есть был даже звонок чтобы в дом войти просто так нельзя надо было не всех пускал конечно конечно прости перебила тебя и эта выставка как раз вот такая вот сборная сборное представление людей о том как выглядело это место безопасное в детстве мы с алена провели небольшое исследование и опросили людей примерно нашего возраста миллениалов может быть чуть старше чуть моложе какие предметы какие ассоциации у них возникают со словом детства и со словом безопасное место в детстве на выставке у нас представлено несколько экспонатов которые как раз демонстрируют результаты этого исследования например книжный шкаф который выполнен в уникальной технике алена шапарь это роспись в стиле тай-дай на ткани и плюс покрытие ну живописное изображение этого книжного шкафа а давай сразу остановимся что такое роспись тай-дай что она из себя представляет а тай-дай это роспись ткани специальным методом специальной краской когда образуются узоры разные расплывчатые цветные мотивы на хлопчатую бумажной ткани это обязательно потому что краска лучше закрепляется и таким образом создается очень яркая яркий это же не принты это именно ткань впитывается краска впитывается в ткань и получается впечатление что просто ткань закидали или цветными какими-то шариками или краской просто налили и в зависимости от того как свернуть ткань перед покраской этого будет зависит какой рисунок будет потому что если мы свернем например улиткой то и краска будет закручена спиралью сегодня как раз на открытии мы проведем бесплатный мастер-класс с просписи тай-дай отлично тоже в 19.00 да тоже 6 плюс возрастное ограничение получается да да мы уже проводили простите мы уже проводили подобный мастер-класс у нас было несколько детей которые максимально творчески себя проявляли ну здорово отлично то есть сегодня же 3 марта а потом не будет больше да таких мастер-классов только вот на открытии научимся будем проводить потому что я оставлю инструкции все всем присутствующим кто захочет поучаствовать они потом это могут сами делать сказать что огромное количество желающих буквально за один день была полностью вся запись раскуплена и постоянно бесплатно и постоянно еще потом писали как попасть давайте приходите посмотрим глазами так что друзья кто хочет прийти приходите посмотрим глазами и потом можно уже увидим дома повторять да повторить здорово давай вернемся к двери да книжный шкафу да и в этом книжном шкафу стоят книги ну логично книги естественно нарисованы но каждый корешок он относится к тому человеку который принял участие в исследовании и написал нам какая книга у него ассоциируется с детством и там можно встретить и тысячу одну ночь и серию жизнь замечательных людей и гарри поттера но так как то есть разные возраста разные поколения да у меня например гарри поттера в детстве не было это было уже более осознанном возрасте в школе поэтому я писала маленького принца но вот у кого-то у более молодых у тебя что было бы наташ наверное тысячи на дно ночи до хриза да да вот она там есть там еще такие прикольные надписи то есть какое-то воспоминание видимо не оформившиеся в названии книги на что-то из учебников да еще какие-то такие были забавные не помнишь тоже такие словосочетания это подарил дед мороз на какой-то да 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 то есть нет конкретного воспоминания есть какое-то ощущение от того что стояла на книжной полке и они прямо надписями на книгах как корешки книги выполнены тоже здорово мне понравилось и другие объекты они уже более личного характера связаны с детством алены шапарь например на выставке можно увидеть целых три автопортрета разного возраста самый небольшого самого небольшого возраста это алена маленькая это работа на подрамнике в классическом понимании то есть это не холст но все еще ткань расписанная в тай-дай но покрытая как раз вот живописью изображение маленькой алены на железной кровати помните эту железную кровать которая пружинит который издает эти звуки на которой классно было прыгать прыгать да она очень не разрешал но она очень сильно скрипит и алена лежит на этой кровати и что-то карандашами или маркерами рисует также есть еще один актопортрет это кукла сшитая аленой шапарь с которой можно обниматься с которой можно фотографироваться мы уже пообнимались и пофотографировали и которая как раз заменяет хоть не полностью отсутствие художницы на выставке потому что художница очень часто участвует выставках не в своем родном городе омске и не может присутствовать лично просто отправляет работу и эта работа как бы заменяет ее да но здесь еще такой момент что вот эта кукла такая мягкая войлоком чем-то таким набита очень мягким внутри и она довольно такая абстрактная мягкая обтекаемая мне кажется здесь какая-то психотерапевтическая функция тоже есть с ней можно прямо сидеть разговаривать то есть какие-то проекции которые в основном дети там в детском возрасте на какие-то игрушки свои воспроизводят здесь тоже может такое присутствовать вот можно пожаловаться можно что-то рассказать там на ушко тихонечко нашептать этому объекту арт-объекту вот для этого есть еще один объект тоже кукла кукла изображения знаменитого актера тимати шалами она тоже в полный рост и она вот как раз наверное исполняет роль терапевтического объекта с которой можно обниматься с которой можно фотографироваться с которым можно рассказать что-то и этот объект был создан как воплощение вот такого вот девичьего кумира и в моем детстве это были какие-то фотографии наклейки какие-то вырезки из журналов а вот у современной молодежи которая сейчас придет к нам на выставку с 3 марта а у не будет возможность у этих зрителей именно практически пообщаться с этим персонажем где-то еще пообнимаешься с тимати шалами сидеть на коленях у него или его посадить на колени уже такой хорошенький и как раз вот такое вымещение вот этих вот чувств вот это вот безответной любви к персонажу из кино из телевидения это тоже можно назвать таким терапевтическим актом ну да мне кажется вот эта тактильность она очень важна здесь потому что действительно детство как раз тот период когда мы как можно больше там телесно общаемся с родителями тебя обнимаются одет на колени с тобой все время вот взаимодействует на невербальном таком уровне чем старше мы становимся тем а ну и родители может быть уже далеко тем меньше становится вот этого тактильного контакта здесь как раз можно вот это все компенсировать на выставке мне кажется если есть желание совершенно верно и вот как раз диван и кресла которые присутствуют на выставке на них можно садиться тут можно фотографироваться можно брать эти игрушки на руки к себе сажать их рядом и вот уносить собой не только воспоминания выставки но еще и фотографии а также на выставке присутствуют объекты которые критикуют немного наше детство и немного с критической точки подходят к восприятию этого самого детства например чемодан с наследством или с символизирует вот эту вот критику наших воспитателей по мам бабушек папы не знаю любых других родственников или так других воспитателей которые не являлись родственниками в нашем детстве и этот чемодан как раз символизирует те фразы и тот багаж какой-то критики или каких-то едких замечаний с которыми вот детям приходится взаимодействовать там это может быть или само название чемодана да кому ты там нужна в своей загранице или замечание зачем ты красишься кто на тебя там будет смотреть но я все тайны раскрывать не буду но в любом случае у каждого из нас я уверена присутствует вот подобный чемодан который мы тащим с собой всю жизнь и так или иначе фразы из которого у нас всплывают сознание когда мы делаем какие-то действия то есть там такие обесценивающие да получается фразы и это то что где-то неосознанно въедается запоминается в детстве и потом действительно там психотерапевтам приходится с этим работать чтобы от этих обесценивающих каких-то штампов избавляться причем избавляться самому это одно дело но мне кажется еще с появлением следующего поколения то есть детей у этих детей очень будет сложно сложно избавиться от применения этих фраз по отношению к собственным детям потому что это настолько глубоко сидит что я чувствую иногда вот племянникам хочется что-то подобное на автомате да просто выгодит это получается этот багаж будет передаваться все дальше и дальше и конца и края этому не видно а вы кстати во время создания выставки как-то с психотерапевтом не работали алена работает до сих пор да то есть она прям привлекла то есть у нас там просто абсолютно терапевтичная история получается здорово так хорошо еще можем перейти к следующим каким-то объектом есть интересный объект он наверное самый масштабный это живописная работа консервата это тоже автопортрет там уже алена представляется в образе воительницы воительницы совсем консервативным но в ее случае с консервативным в искусстве потому что она работает в необычной форме искусства потому что это не классическая краска масляная это не скульптура это объекты это инсталляции это роспись вот тай-дай это что-то новое даже в сфере современного искусства даже там это уже не еще не классика пока и алена восседает на одном из ее персонажей который кочует из произведения в произведение у нее это тигр трехглазый такое тотемное животное и борется со всем консервативным разбрасывая эти консервные банки вокруг себя эта работа еще интересно тем что она была создана не под эту выставку она была создана под проект м омске это проект подземном переходе и эта работа провисела два или три месяца в подземном переходе и была доступна абсолютно всем прохожим которые проходили через подземный переход не пострадала никак с точки зрения вандализма прекрасно это все пережила и вот продолжает свое путешествие уже по другим городам россии дурова даже скажи пожалуйста почему вот именно такое чистое направление савриск да современное искусство почему у нас так мало его факирове это не вызывает интерес или у нас нет художников которые с этим осмеливаются работать или это какая-то вот может быть ну так или иначе присутствующая непривычная составляющая для зрителя отталкивает или или это все опять же мои какие-то штампы стереотипы то есть вот сейчас вы привезли такую необычную для кирова выставка которая очень редко а такого формата они возникают у нас так или иначе у тебя вот как у арт-директора галереи прогресса который уже так давно существует какое отношение много причин все-таки здесь много классического образования здесь у нас на и но сразу же отправляет какие-то другие истории и я думаю что нет насмотренности больше путешествовать плюс готова должны быть готовы художники вкладываться потому что эти проекты они конечно не коммерческие достаточно то есть художница ну да ты не продаж инсталляцию да довольно таки сложно не продать можно но сложно в россии по крайней мере я не знаю может это еще это более легко вот то есть это вложение первое да это исследование нового возможно исследование себя да то есть готовым вот реально художница через эту выставку она открывает какие-то и может быть и свои затаенные проблемы да травмы да которые были в ее детстве и она их раскрывая одновременно целит не только себя но и других кто приходит и может быть как раз эта выставка и будет тем самым гештальтом закроет эту историю и что-то кому-то привнесет я думаю это плюс пространство для инсталляции не так много то есть не каждая площадка готова впустить к себе инсталляцию например вот то пространство где сейчас у нас инсталляция это у нас вообще-то магазин искусства вот естественно что месяц магазин работать не будет понятно коммерческая опять же такие составляющие что еще может быть ну а все равно вот со стороны зрителей со стороны кировчан интерес заинтересованность любопытство возникает или вы сегодня проверить сегодня узнаете как я думаю что любопытство будет сегодня проверим вообще мне кажется северные люди вот здесь у нас на севере они может быть несколько более практичны в чем дело так как дом пространство каких-то более таких понятных у нас даже есть бизнес здесь понятны вот чтобы кто-то что-то сделал такое вот сумасшедшие непонятное неведомое да какое-то это редкость поэтому конечно же такие проекты их нужно поддерживать нужно обращать на них внимание нужно участвовать в них вот для нас эти люди они с одной стороны новаторы с другой стороны смелые люди с другой стороны они вложились в этот проект то есть они приехали сами ну что ж хорошо хорошо молодцы давайте тогда продолжим еще может быть да про какие-то объекты сколько успеем еще рассказать вот там чудесные мне больше всего конечно ну не то что больше всего мне все многие понравились да но очень любопытные вот с одеялом с таким с детским которое было у всех и связано как раз с моментом выписки из роддома и там кого-то были розовые у кого-то голубые здесь совсем другого цвета представлен на выставке и этот объект тоже содержит в себе определенный текст который так или иначе рифмуется с рисунком который расположен на этом одеяле тоже поподробнее расскажи пожалуйста про него да у меня вот на самом деле было одеяло на сих пор сохранено у моих родителей это байковая по-моему называется да может быть наверно по моему она из натуральных материалов для младенцев она наверное должно быть какой-то хотя меня выписывали летом все равно да лето одеяло и здесь одеяло на зеленое то есть возможно да но не с выписки но тем не менее можно с большой долей вероятности предположить что маленькую алену шапари в нее укутывали она вместе с ним спала и надпись которая на этом одеяле нанесена она скорее всего вот непосредственно относится к тому можем не говорить чтобы люди сами пытались против с этим одеялом даже есть такой момент что это надпись сложно прочесть это намеренно сделано потому что она ну я не скажу что она провокационная но с детьми это связано непосредственно и довольно часто с младенческим возрастом да тогда не будем говорить пусть будущее зрители попытаются против мне кажется еще интересный будет объект тоже достаточно масштабный это окно с батареи потому что наверное все зрители помнят а может быть кто-то практикует до сих пор сушку чистого постиранного белья на батареях носки колготки ой а я подумала что это не постиранное а ребенок валялся в сугробах вернулся весь промок и колготки закинул подсушить может быть мокрого скажем так мокрого белья а потому что никогда не хватает места а я помню когда мы жили в небольшой двухкомнатной квартире с родителями у нас не было какой-то сушилки которая вот раздвижная которую можно поставить и мы сушили на полотенце сушители в ванной на натянутых нитях он каких-то проводах или на чем-то и на батареях во всех во всех комнатах на батареях всегда была куча мокрого белья и вот в нашей инсталляции тоже присутствует такой объект причем колготки не только нарисованные но еще и настоящий сушатся и мне кажется тоже достаточно интересно вспомнить как это было если у кого-то действительно такое было клево да какие еще что-то мы пропустили мне кажется вот прекрасный объект тельняшка ой наташа расскажи папа дома называется тоже очень мне близок и я люблю тельняшки и тема папа дома да то есть речь идет о том что папа как правило чаще всего где-то да на заработках на вахте или где-то может быть служит да и вот тельняшка это то что вот сейчас я вот он приехал или повесили постирали вот она сушится и это значит приподнятое настроение это значит что будут подарки ли они уже часто бывают например люди в разводе да и папа который приезжает это особый такой праздник да то что тот человека которого давно не видел и это всегда что-то новое новые рассказы какие-то истории о его жизни да о том где он был вот для меня как-то очень близка эта работа и вот эта надпись вообще мне напоминает все это тимура новикова вот очень удобно да тряпочки сложил чемоданчик и приехал в любую точку мира не надо никакие подрамники вести вот я думаю что выставка тоже нас отправляют именно вот как раз художником диким 90-х годов прошлого столетия на самом деле да на алену как раз наложил отпечаток не только наверное тимур новиков с тем что он работал с текстильными материалами еще и эрик булатов потому что у алены много присутствует текста в работах и одни из ее ранних работ были как раз вот омажем к эрика булату потому что это разъезжающие сюда перспективе текст это тоже ее история и она экспериментировала в самом начале своей творческой карьеры ну это здорово когда вот такое сочетание текста и таких очень тактильных таких вещей и тем более здесь материалы они все какие-то такие призывающие к тому чтобы повзаимодействовать с ними да то есть он это у нас совсем классический это же ташизм то есть это одно из направлений так скажем экспрессионизма метод пятна да да причем неизвестного результата да и как раз японское направление когда художница да создает вот эту роспись на ткани сто процентов предугадать как это будет невозможно вообще то есть это такое вот как получится это эффект случайности тоже здесь присутствует здорово что сегодня тоже у нас будет непредсказуемое мастер-класс здесь получается такая агентность материала да то есть когда краска и ткани они в содружестве с художником создают совместно какое-то такое произведение и здесь как раз очень много похожих таких элементов мы еще немножко пропустили про арт-объект с игрушками там есть гамак гамак в нашем домике шалашей еще присутствует гамак он также сделан из ткани расписанные в стиле тай-дай в гамаке сидят верные друзья любого ребенка игрушки причем игрушки они аутентичные из детства художницы алены шапарь и они близки уже давно и у каждой конечно же есть своя история я к сожалению не смогу передать историю каждого но я уверена что зрители которые придут на выставку и посмотрят на игрушки возможно вспомнят какие-то свои игрушки своих друзей из детства и вот это теплое чувство друга приятеля надежного соратника она у них всплывет памяти и напомнит какие-то моменты игр или моменты взаимодействий или как там игрушка сопровождала этого ребенка в тяжелые какие-то грустные моменты и это тоже своеобразно такой терапевтический эффект там еще классный объект есть где игрушечные медведи они находятся внутри пластикового такого кокона да вот и там наоборот какое-то ощущение того что либо его пытаются сберечь вот это воспоминание поместив какой-то такой чехол а у тебя какая-то другая была интерпретация была другая интерпретация маленький медведь из которых состоит от большой наш пластиковый медведь он но для взрослого человека уже не представляет особой ценности он и по размерам маленький и уже не интересный и в обнимку ты спать ним не будешь и носить его на прогулке не будешь а большой медведь он уже представляет другую ценность для взрослого человека это и фотография совместная и с точки зрения взрослого человека нельзя испачкать он же пластиковый то есть с ним можно как угодно взаимодействовать очень много раз и ничего с ним не случится и вот такая практичность своего рода тоже присутствует здорово антаж скажи пожалуйста будут ли какие какие какое-то кураторское сопровождение этой выставки для тех зрителей которые придут скажем не сегодня а например в последующие дни месяц да будет работать выставка до какого числа она будет работать ровно месяц ровно месяц и третьего она закрывается будет сопровождение да спасибо а или это предполагает самостоятельное погружение потому что я так понимаю там еще аудиоинсталляция какая-то будет да звуковой текст и этаж плюс конечно же мы сопроводим небольшой экскурсии будут приходить гости мы будем рассказывать все истории замечательные может конечно современное искусство нужно объяснять ну да здесь есть какой-то момент который ты можешь самостоятельно прожить то есть отклониться от рациональной такой составляющей да это может просто погрузиться и сначала довериться чувствам а потом соотнести это с тем что словно расскажет куратор да потому что все равно какая-то рефлексия того что происходит она может совпасть может не совпасть может открыть тебе какие-то совсем другие взгляды например все равно же так или иначе в этой выставке присутствуют темы там ностальгии ретромании ретро топе а это темы которые двояко работают то есть есть ощущение а вот именно такое терапевтичное когда ты можешь выхватить какие-то элементы из прошлого и действительно а сейчас ситуации там особенной тревожности что у нас там по данным 60 процентов россиян испытывают высокую тревожность вот и это могут быть какие-то достаточно такие лечебные полезные вещи но ретромания она то есть по-разному может восприниматься да здесь она может какую-то негативную составляющую нести потому что когда такого рода большой период проходит с момента какого-то прошлого остаются ну скажем отрывочные какие-то нецельные воспоминания да то есть вот там сохранилось там что-то хорошее ты помнишь какие-то там позитивные моменты и это немножечко как будто бы сглаживает прошлое делает его удобным приятным и выбрасывает то что составлял цельную картину от какого-то определенного периода да то есть понятно что в том же там детском периоде там было абсолютно разное у каждого да вот и поэтому здесь вот эти вот моменты можно действительно тоже как-то а от рефлексировать проговаривать если нужно если захочется это это мне захотелось я тут сижу такая свою интерпретацию даю может быть кому-то действительно это не нужно вот здорово что еще все-таки галерея это пространство которое находится глубоко под землей о да и в этом тоже есть некая такая скрытость да то есть не вот этот самый кокон какая-то желтая подводная лодка куда мы погружи погружаемся как может быть свое прошлое в свое детство мы будем предлагать гостям например лечь на ковер да ты мы можем предложить сесть на диван обнять тимати да и побыть в этом да то есть рода такой рест коворкинг да отлично ну что я думаю мы обо всем рассказали если что-то забыли наташа пожалуйста или алена добавьте если сегодня и завтра я буду на месте завтра у меня состоится также лекция про арт рынок российский то есть завтра 4 марта в 14 часов 14 часов и я с удовольствием конечно же расскажу сама выставки да проведу экскурсию и тоже 6 плюс возрастное ограничение да наверное у лекции 6 плюс да но интересно наверное все таки будет от 16 лет но ограничений по возрасту никакой информации не будет поэтому да я всех приглашаю и с эстафету наталья администрации друзья не упускайте момент сегодня у нас замечательная девушка куратор лидер настоящий лидер которая ведет свой блог арт фанатка многие годы и можно будет познакомиться глубже уже с ее творчеством на просторах интернета и лекция этой замечательной кураторши да она будет я думаю очень полезна тем кто хочет продвигаться в искусстве тем кто хочет расти тот кто хочет найти обрести какую-то свою идею да парадигму творчества я думаю что стоит обращаться к алене да я всех приглашаю лекция также будет бесплатная она будет параллельно с арт-маркетом куда я очень очень хочу попасть потому что я сама покупаю искусство пока это конечно какие-то недорогие вещи но являюсь таким амбассадором продвигателем коллекционирования в россии ну что ж дорогие если есть желание побывать в пространстве безопасности то всех приглашаем галереи прогресса буквально а в течение всего месяца предстоящего горького 5 всем пока до свидания всем пока